Одно письмо, которое очернило практически всю репутацию спикера Диоркиниша Дастана Джумабекова. Несмотря на то, что Тарага писал письмо не сам, он должен нести ответственность за каждое свое действие, считают его коллеги. Кроме этого, они признают, что на сегодняшний день в стенах парламента есть слух якобы о том, что в скором времени спикер Джумабеков может освободить свое кресло именно из-за этого текста с ошибками. Я никогда журналистам не врал и скажу, что такие разговоры в кулуарах есть. Поводом для таких разговоров в кулуарах служит вот некий письмо, которое написано помощниками, составлено. Я думаю, что вокруг любого спикера всегда есть некая группа, которая готова этот вопрос поднять. Это естественный политический процесс. В настоящий момент его отставка спикера не будет. В то же время депутаты уверяют, что в качестве спикера он получает довольно много критических замечаний. Возможно, если сейчас он и не покинет пост, если с его стороны будет еще одна оплошность, то скорее всего депутаты рассмотрят вопрос о его отставке. По мнению парламентария Исхака Масалеева, будет верно, если исходя из этой ситуации Достан Джумабеков сам добровольно покинет кресло спикера. По крайней мере, так должен поступить человек, имеющий совесть. Масалеев также считает, что при отправлении письма премьер-министру использовать фоксимиле недопустимо. В качестве спикера уже более много критических замечаний он услышит. Зачастую горячится, иногда бывает неподготовленность. И вот последний факт, это, конечно, не красит в целом парламент и работу аппарата. Но в любом случае, тот депутат или спикер, или должностное лицо парламента, прежде чем отправлять куда-то письмо, должен прочитать и подписывать. А использование фоксимиле – это недопустимо в таких случаях. Отдел информационного обеспечения Джоркенеша сегодня уже проинформировал, что советник Алмазбек Сабурбеков лишился своей должности из-за того, что в письме были грамматические ошибки. Советника назвали ответственным за это. По мнению отдельных нардепов, спикер еще молотый наотрез, отрицают те разговоры об его отставке. Слухи они всегда есть. Вы же знаете, весной страна наполняется слухами, что парламент должен распуститься, что правительство должно уйти в отставку. Очередные желающие совершить революцию у нас просыпаются весной и осенью. Так что эта пора, наверное, подошла и в Крымстан. Есть, конечно, недостатки. Кто не работает, тот ошибки не завершает. Думаю, эта ошибка поправимая. Нужно необходимый аппарат привести в норму в соответствии с тем, чтобы бюрократия начала работать. Напомним, что в социальных сетях распространили письмо от имени Достана Джумабекова к главе правительства Мухаммед Калую Аблагазееву. Пользователи Кырнета предположили, что документ фейковый, так как в нем допущены элементарные грамматические ошибки. Однако, к сожалению, ошибки как раз-таки были настоящими и допущены со стороны его советника. По мнению специалистов, в Кыргызстане, к большому сожалению, сотни безграмотных чиновников и при назначении какого-либо человека на высокопоставленную должность необходимо их тестировать на знания хотя бы кыргызского языка, не говоря уже об официальном. Айда Матбекова, Эрмей Краимбеков, НИЮТВ.